И творческая, но самопытная, интересная, и существует уже многие годы. И свидетельством тому вот этот сборник литературное Приднестровье. И о том, что это симбиоз разных культур и генотипов, конечно, человеческих, можно вот по фамилиям. Я вообще когда-то, еще до каких-то событий, которые нас разделили, к сожалению, события будут продолжать пытаться нас разделить. И когда на кону большие деньги власти, безусловно, кто-то обязательно уступит этому. Но вообще молдавская земля, она в целом феноменальна тем, что здесь всегда на уровне народа сосуществовали люди разных национальностей, разных этносов. О чем можно судить по фамилии. Молдавские, венгерские, польские, еврейские, русские, татарские, турецкие. Можно продолжать и продолжать. Я сам вот как-то покатался в своей родословной и нашел там и польские корни, и еврейские, и кубанские, и украинские. И даже так есть такое подозрение, что и турецкие. Да, денешься, да, 300 лет мы жили с ними вместе. Да, и вот в разные периоды жизни, общаясь с творческими людьми здесь и там, и на постсоветском пространстве, всегда радуешься тому, что людей, которые смотрят широко на вещи и не поддаются политической конъюнктуре сиюминутной или давлению идеологии, которая сегодня может быть такой, а завтра может быть другой. Я когда был молодым специалистом, то меня как-то распекали старшие товарищи с паркбилетами, там я уже не помню за что, ну какой-то репортаж, где вот что-то я там, ну не важно. Прошло несколько лет, все эти товарищи вышли на площадь, в Кишиневе сожгли паркбилет и сказали 0 сентября. Роман, ну-ка-ка-ка-ка-ка. Я говорю, опа, как интересно, ребята. За что же вы меня тогда критиковали? В общем, ну вот так вот оно бывает, поэтому к этому надо относиться очень так, наверное, с самой иронией, с юмором, хотя, конечно, по нынешним временам, в другой раз думаю, что как-то люди доходят в этом до какого-то абсурда, и все это заканчивается кровопролитием, поэтому, конечно, людям культуры, людям широкого взгляда на окружающий мир, которые понимают традицию человеческую, а человеческая традиция, наверное, в том, что лучше всех выразил Чингиза Итматов, великий писатель Киргизии, писатель, который писал на русском языке не хуже, а может даже лучше, чем на киргизском, феномены нашего земляка Иона Друцци, есть такое, да. Так вот, Чингиза Итматов вместе с группой единомышленников в свое время создал платформу «Диалог Евразия», которая потом, к сожалению, после его смерти не получила должного развития, да и события все вот эти вот не способствовали этому. Но суть в чем, в том, что последователи абрамической традиции, то есть те, кто признает Абрама первым пророком, сказавшим о Единобожии, а это евреи, мусульмане и христиане. У всех Абрам является первым лицом, которое сказало, что не будем поклоняться Луне, Солнцу, каким-то духам, а вот есть тот, кто нас создал, давайте вот мы как-то вот это вот будем. И вот все представители этих традиций, религий не должны враждовать между собой. Должны находить диалог какой-то культурный, хотя бы на уровне, так сказать, творческих личностей в искусстве, в литературе, в поэзии, в музыке. И я вам тоже сказать, что я присутствовал на нескольких мероприятиях, где были и мусульмане, и иудеи, и христиане, и разные люди, писатели, поэты. И это было очень интересно. Очень интересно. Ну, опять же, вот, к сожалению, есть еще такой момент, что любой творческий человек, он все-таки человек, он должен кушать каждый день, хотя хорошо было, да, вот написал книгу, и раз на тебя благодать снизошла, и ты месяц так, в Нирвании, Париж, и все хорошо. Еще книгу написал, еще полгода. Вот, и денег не надо, и так здорово было. Или художник написал полотно, и тоже там пал, нет, нет, каждый день надо, вот. И тут, ну, вот как быть, как быть человеку, когда надо, надо, так сказать, жизнеобеспечение свое поддерживать, и поэтому это двойной подвиг, я вам должен сказать, для человека, который и видит свою, свою ответственность, как в той или мере наделенного талантом свыше, и как человек, который все-таки должен заботиться о хлебе насущном. Но мы все-таки находим единомышленников и друзей далеко отсюда, и близко, и поэтому вот не все содержание, конечно, этого сборника удалось как-то так транслировать нашим коллегам, ну, что-то в каких-то так тех произведениях, которые, допустим, мне показались наиболее значимыми, в том числе и вот наш уважаемый автор Владимир Штылов, можно сказать, уже живой в Басарске классик, поэтому, вот, как говорится, как бы не сопользуйтесь моментом, я был на одной встрече как-то давно еще в Тишиневском лицее, там детки были, мы что-то говорили, и кто-то так с горяча меня представил, вот это писатели, дети говорят, ух, живут. То есть, для них вот из уроков литературы писатели это уже тот. Ну, мы смеемся, на самом деле это, конечно, тоже печально. Ну, я хочу вам всем сочетать такое обращение приветственное от наших коллег, с которыми я сотрудничаю. Надеюсь, может быть, у нас получится там как-то и публиковаться в их сборниках и журналах, потому что у них побольше возможностей. И это...